У вас в чём проблема? У вас сейчас не работает телевизор? Да, да. Всё, у меня главная проблема – не работать телевидение. Полчаса работы эксперта и старый телевизор в новом цифровом качестве. Потом вот это вот нажимаем, а потом вот это вот, и всё начинает показывать. Телевизор скрадывает одиночество Людмилы Александровны Емельяненко. Ну а поскольку аналоговая ТВ устарела, а принимать современный сигнал, её старый аппарат отказывается, изображение исчезло. Для того, чтобы возобновить вещание, потребовалась приставка-тюнер. В адрес горячей линии поступило обращение от Людмилы Александровны о том, что у неё в течение недели отсутствует приём цифрового ТВ. Мы выехали на место, осмотрели приёмное оборудование, в настоящее время проблема устранена. Хотя процедура подключения цифрового телевидения очень простая, и её без проблем можно выполнить самостоятельно, всё же у многих она вызывает трудности. Одних пугает необходимость приобретения дополнительных устройств, для других – сложность настройки, а третьих – и то, и другое. На самом деле бояться нечего. Стоимость приставки стартует от 700 до 1500 рублей. К новым телевизорам не старше 3-4 лет ничего докупать не надо. В любой цифровой модели уже есть телевизионный приёмник. Другое дело, что не всем такая техника по карману. На данный момент мы рассматриваем возможность компенсации приобретения такой приставки. Решение пока не принято. Возможностью подзаработать на установке приставок могут воспользоваться нечистые на руку люди. Запомните, услуга по настройке цифрового оборудования предоставляется бесплатно. Этим занимаются волонтёры. На базе нашего министерства организована горячая линия 23-32-54. Её номер телефона прошу записать всех. Мы работаем с группами волонтёров. Прошу тоже обратить внимание, это волонтёры. Это не люди, которые получают какое-то вознаграждение за это. Они просто готовы помогать вот таким вот одиноким людям, которые не могут сделать эту настройку самостоятельно. Важно помнить правило двух «не». Не открывать дверь незнакомым людям, которых вы не ждали, то есть не вызывали через горячую линию. Вот и в дверь Людмилы Александровной однажды позвонил незнакомец. А он же представился как мастер телевидения московским. Я же не могла его не пустить. Да ещё и московским. Сколько, сколько с вас взяли? Семь тысяч. Людмила Александровна не единственная жертва мошенника. В доме ещё несколько человек отдали ему за приставку кто по две, кто по шесть тысяч. К сожалению, действительно, у нас такие случаи уже зафиксированы, что под видом волонтёров приходят некие граждане, которые оказывают услуги по возможной и продаже такой цифровой приставки, и её настройке за вознаграждение. В таких случаях нужно обращаться в полицию. Это случай мошенничества. У каждого волонтёра, с которым мы работаем, есть удостоверение, что он является своим волонтёром. Он обязан его показать. Будьте бдительны и осторожны. По всем вопросам звоните по телефону горячей линии 23-32-54 и уточняйте информацию. Галина Миртова, Андрей Шаронов. Время новостей. Галина Миртова, Андрей Шаронов. 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 Продолжение следует...